Это арт-инсталляции невидимые, здесь 120 фигур, которые символизируют собой 120 тысяч украинцев, которые, согласно данных исследований, пострадали от торговли людьми во всем мире. Из них 54 фигуры женских, 54 фигуры мужских и 12 фигур детей. Это отображает ту статистику, которая действительно есть, потому что 50 на 50 пострадавших плюс-минус женщины и мужчины. 10% фигур – это детские фигуры, что еще раз подтверждает тот факт, что ситуация торговли людьми – это ситуация, в которую могут попасть и дети, и четырех. Самая младшая пострадавшая торговля людьми была 3 года, а самая старшая – 60, нет, 73. На 40 фигурах нанесены реальные истории людей, которые столкнулись с ситуацией торговли людьми. И примечательным есть то, что эту арт-инсталляцию сделал человек, который сам был в ситуации торговли людьми, который смог из нее выйти, приехал, вернулся в Украину. Намного больше обращений именно от внутренне перемещенных лиц с просьбами рассказать, действительно ли это правда, что можно получить статус беженца, можно выехать за границу и, например, условно получить работу. И мы точно знаем, что мы точно можем говорить, что эта группа сейчас является целевой для вербовщиков, для торговцев людьми. А эти люди, они очень хорошие психологи, они умеют предложить людям именно то, что им надо. Развита у нас это сексуальная эксплуатация. Чтобы молодые девушки понимали, что за теми шикарными вывесками модельных агентств, туристических агентств, зачастую сидят мошенники, которые просто вас перепродают. И вы об этом узнаете уже потом, там, когда вам выставляют определенные суммы долга, которые вас будут заставлять отрабатывать, независимо от того, как отрабатывать. Будете ли вы мыть посуду, вас будут бить, угнетать, либо будете заниматься, скажем так, ублажением каких-то потребностей неадекватных мужчин на территории этих стран за деньги. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!